Ребята, привет! Сегодня у нас видео про звук, про то, как важно иметь качественный звук, и как его получить. Самое интересное. Мы записываем интервью, каждый раз мы пишем и видео, и звук, но со звуком мы работаем отдельно. И вопрос вот почему. Почему нельзя писать звук на камеру? Почему нужны какие-то отдельные приборы, какие-то рекордеры, петлички? Сегодня я вам про это расскажу. Первый способ, самый простой, но самый, на самом деле, некачественный. Это запись звука на камеру. Почему? Первое, потому что микрофон, расположенный в камере, он находится на каком-то расстоянии, обычно на большом расстоянии от говорящего, как и сама камера. Ну и, соответственно, он записывает не только звук говорящего, но и звуки отражений, звуки фонов, шумов. Все это попадает в микрофон, и в итоге мы получаем не отдельную дорожку с голосом говорящего человека, а мы получаем все вместе. Вдыхание стоящего рядом с камерой оператора, там проезд машины какой-то за окном, то есть все это попадает в микрофон. Второй момент, почему в камере плохой звук? Потому что в камере плохие предусилители и АЦП. Это аналогово-цифровые преобразователи. Вот качество этих преобразователей, аналогово-цифровых и качество предусилителей, оно очень сильно влияет на итоговое качество звука. Ну и поэтому в камере они стараются экономить на звуке, так как самое важное в камере, это, естественно, картинка. Если бы мы записывали звук на камеру, он бы звучал вот так. Абсолютно нечеткий, шумящий, шипящий звук. Никому не рекомендую так писать. И поэтому мы переходим ко второму варианту. Это запись звука с петли на камеру. При втором варианте записи звука на камеру при помощи петли, что мы самое главное получаем? Это разборчивость. То есть вы гораздо лучше слышите то, что я говорю, что говорит человек, которого вы записываете. И это несомненный плюс. Это очень большой плюс. Но, однако, здесь мы не получаем того качества, которое мы могли бы получить при третьем способе записи звука, о котором я поговорю позже. При записи звука на камеру через петлю мы должны купить, приобрести это радиосистема. Радиосистема и петличный микрофон. Обычный петличный микрофон идет в комплекте с радиосистемой. И, в принципе, я могу сказать точно, что вам этого будет достаточно для съемок интервью. У них есть в комплекте такие держатели, чтобы можно было их закрепить на какую-то одежду, на майку, на пиджак и так далее. И ветрозащита. При этом в способе записи у нас, к сожалению, все равно мы имеем только один канал записи, как и при записи на камеру. То есть если мы, например, записываем двух человек, мы не можем их записать по отдельности. То есть мы не сможем записать два канала и потом их обработать по-разному, то есть делать эквализацию, компрессию на двух разных людей. Поэтому этот способ подходит для более-менее качественной записи только одного человека. То, что вы слышите сейчас, это звук, записанный через петлю на камеру. То есть мы не используем рекордер, используем только петличку, и запись идет напрямую через провод в предусилителе камеры. Сейчас вы можете слышать звук, который записывается через петличку на рекордер. Чем такой способ более привлекателен, вообще, ну, лучше использовать? Во-первых, у рекордеров обычно качественные предусилители. Они гораздо более качественные, чем у камеры, поверьте. Даже у самых дешевых рекордеров будет лучше качество, чем встроенные на камере. Рекордеры бывают разные. Бывают одноканальные, бывают 12-канальные, 10-канальные. Но вам не нужен самый дорогой рекордер. Если вы посмотрите на рынок рекордеров, то есть такие фирмы, как Zoom, Toscam, Sony. Я бы советовал вам взять Zoom, потому что это довольно проверенная компания, довольно проверенные рекордеры. Не обязательно брать F8, который, в принципе, является флагманским, зумовским прибором. Можно взять H1, H2. Вот я записываю на H6. Почему? Во-первых, потому что он дает мне большое количество каналов. То есть я могу записывать до 6 каналов моно. Во-вторых, у него довольно качественные предусилители. То есть, в принципе, на них можно писать даже какие-то профессиональные вещи, даже для кино. Вот я работал с ним на каких-то таких проектах, посерьезнее, чем интервью, и никаких проблем не было. Единственное, что он не очень удобен в профессиональном использовании, но в такой среде его особо никто не использует. Он очень удобен для каких-то коротких записей интервью, для выездных записей, когда тебе нужно взять что-то, положить в карман, поехать, записать. То есть он довольно компактный. Что еще хорошего в рекордере, когда вы пишете звук? Регулировка по срезу низких частот. Можно поставить также компрессор. Регулировка отдельной чувствительности каждого канала. Это все очень важные такие показатели, которые, функции, которые нужны при записи звука. Ну и, соответственно, тест. Тест, вы уже слышите, насколько звук стал лучше. Его гораздо стало проще обрабатывать, даже когда вы берете звук на постобработке, вычищаете его. Теперь расскажу про плюсы и минусы всех этих трех способов. Конечно, минусы записи звука на камеру. Первое. Конечно, то, что звук плохой получается. Это самый главный минус. Но есть и плюс. Это то, что вам не нужно париться о том, что брать с собой рекордер, подключать какую-то петличку, разбираться, как она работает, вешать ее на человека. То есть с этим париться не нужно. Что бы я мог посоветовать, если вы не хотите вообще никак думать о петличках, о рекордерах? Вы можете купить микрофон, отдельный пушка, микрофон-пушка, который крепится на камеру сверху и спокойно подключить его по разъему к входным предусмотрителям камеры и записывать звук на него. При этом будет хорошее довольно качество звука, гораздо лучше, чем при встроенной записи на камеру. Ну и вы не будете как бы ломать себе голову о том, что вам нужно подменять батарейки в петличке, о том, что нужно рекордер подключить, о том, что нужно настроить это дело и так далее. Второй способ. Петля плюс камера. Здесь вы получаете очень классную разборчивость. Но, опять же, минусы – это качество. Качество звука страдает. Но этот вариант я бы посоветовал людям, у которых не очень много бюджета, у которых не очень большой бюджет, но они хотят более-менее качественный материал снимать. Я уверен, что это даст вам гораздо лучшие результаты, чем если вы будете писать просто звук на встроенный микрофон-камер. И третий способ, конечно же, самый качественный – это рекордер плюс петля. В этом случае мы получаем отличное качество звука, отличную разборчивость. Но какие у нас есть минусы? Сложность настройки, то есть, ну, это не так легко, как просто включить камеру, нажать на play. И второй момент – то, что это немножко немобильно. То есть, если вы взяли петлю и камеру, это одно. А если вы взяли еще рекордер, то есть, вам нужно как-то думать о том, что у вас еще один дополнительный прибор. Его нужно также питать. То есть, нужно для него какое-то питание, либо батарейка, либо аккумуляторы. И, ну, одна еще дополнительная, как бы, головная боль. Но, поверьте, это стоит того. И все профессиональные проекты, они пишутся именно так. Рекордер плюс петля. И отдельно для видео пишется камера. Ну, вот и все, что я хотел рассказать вам в этом видео. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели. До новых встреч.